привет ребят читаем все ваши комментарии и вчера по вчерашним видео где мы говорили об отношениях мужчина женщина вот эти взлеты падения качели эмоциональные психические перегрузы я как понял это моей жене вопрос задали как так она может рассуждать о том чего она не переживала но у нее не было этих эмоциональных качелей безответной любви вот этой неразделенной вот это вот такой вот как я это называю безумная да вот этой фанатичной любви моя жена не испытывала хотя некоторые там написали некоторые там написали мне что вот когда у меня была такая любовь и горели женя вот это и была у тебя настоящая любовь и так далее типа просто не спадали такого не переживала поэтому типа говорят у тани еще типа все впереди ну что ты можешь живя со мной вот сейчас в кого-то влюбиться короче и вот начнешь на по ком-то сохнуть а мы-то с тобой скучны у нас же отношения ровные стабильные у нас нет этих перепадов перегрузов и еще кстати мне там написали свою типа жену унижаешь как ты такого можешь говорить что у тебя такого не было по факту она это знает у меня к ней не было и нет никаких вот этих вот эйфории у нее ко мне тоже дурагон конечно же были чувства в начале до бабочки я уже разгонял бабочек когда ты это я я это это у каждого пара проходит вот этот первый период влюбленности когда вот что-то такое да да со временем эти как бы не то что эти чувства проходят они не проходят просто сменяется на другой этап вот эта фаза слияния когда ну это как младенец вот у кого есть дети мамы вы меня поймете у вас есть младенец у вас эйфория у вас такая любовь и там ему пяточки попку целуете потом он подрастает он начинает вам капризничать и там что-то не так не слушаться все уже нету вот этого такого безумного знаете как вот младенчество да ты его любишь ты продолжаешь его любить но у вас начинаются конфет а конфликты что-то такое и уже по-другому вы относитесь более старшему ребенку чем к младенцу правильно ведь но это не за что вы перестали его любить у вас чувства прошли и так далее или рождается второй ребенок и вы говорите вот почему так первому я вот охладела наверное ему не хватает любви нет просто любого на разное бывает на разных периодах жизни ну как пример и дальше отвечу нам на вопрос почему ну как я могу говорить если я такого не проживала то есть я была нормальным подростком нормальным человеком который в которой нравились мальчики там возрасте да там 17 18 лет 16 были парни которые мне нравились которым мы дружили ну как я была дитя верующих родителей я не дружила так как это делали мои друзья мирские расскажем так но я общалась с верующими с разными я дружила с ними мы с ну как мы понимали что мы друг другу нравимся да и мы расставались до иногда там я не хотела иногда там со стороны парня это было но у меня не было вот этого периода когда мы общались с одним парнем дружили переписывались там виделись он к нам приезжал там нормально да как бы все было и тут вдруг он говорит как бы мы не будем больше общаться потому что вот я спросил у бога он мне ответил что ты как бы не моя там судьба я так коротко это было чуть по другому но принцип тот же я как бы ну да ну ок нет так нет как бы я не рыдала в ночами я не страдала я еще думала блин надо же как-то вот пострадает наверно но как обычно там тебя бросили ты там убиваешься ли ну надо как-то хотя бы изобразить что как-то там настроение не было вот клянусь не было такого я ну нет так нет не судьба значит не судьба как бы хотя он мне нравился не знаю что это возможно не было какой-то до молнии как вы там говорите но он мне нравился ну то есть я даже была хотела с ним связать свою жизнь в дальнейшем но тогда у меня были такие мысли как бы потому что я ни с кем не дружила не строя планов на будущее ну чисто так чтобы подружить мне это как-то ну не мое было я не могла общаться с парнем просто так лишь бы там убить время я то есть уже планировала хита серьезные отношения но как бы не получилось все нет так нет я вообще абсолютно не страдала по этому поводу вот и много таких ситуаций у меня было но наверное я просто не было зависимости вот в этой самого начала не было у меня такого то есть я не попадала вот в эту зависимость вот такие отношения без когда тебе плохо когда ты без человека не можешь тебе вот реально плохо даже на физическом уровне и таких очень много знаю меня это было и на эмоциональными на физическом уровне то есть я понимала так что я у себя ну как бы я себя люблю я себя ценю и если кто-то меня не ценит ну как бы он не достоин просто меня и все но если кто-то считает что я ему не подхожу ну нет так нет как бы я никогда не навязывалась никому и и даже почему было такое что парни боялись со мной знакомиться ко мне подходить они считали что я какая-то гордая недоступная неприступная даже он когда меня первый раз увидел его такое же сложилось впечатление обо мне но я была абсолютно простым человеком со мной было очень легко общаться но и все это знают как бы те кто общался со мной а вот первое впечатление было такое ну потому что как бы я так понимала если ты любишь ну то есть себя надо любить больше для меня любовь это вот когда тебе одному хорошо самому с собой но ты находишь человека как от с которым тебе еще лучше они с которой без которого ты не можешь жить знаете вот эта фраза и если ты не можешь жить тогда женись ниже не жить без человека ты попадешь в зависимости всего да и я понимаю ну для меня любовь это вот если тебе самому классно а с другим человеком тебе еще лучше вот тогда это нормальное классные отношения без вот этих страданий без всего такого ну то есть и там еще один написал что вот вот мы там больно когда тебя бросает расстаешься да вот человек предал там ну то есть для меня это не предательство если вы расстались для меня это не предательство предательство это когда ты не любишь человека и живешь с ним обманываешь себя его даешь ему ложную надежду вот это для меня предательство если ты понимаешь что человек не твой зачем мучить себя и вот закончите это эти отношения и все и расстаньтесь это ну это нормально то есть для меня это нормально ничего в этом такого нету Чтобы там жить самоубийством закончить и так далее И насчет того, что я могу рассуждать о зависимых отношениях, не будучи в них Для меня, чтобы понять, что алкоголь это зло, не обязательно быть алкоголиком Достаточно посмотреть на соседа, который умер от цирроза печени Для меня этого достаточно Я не пробовала сигареты, я не пробовала практически алкоголь Максимум, что я в подростковом возрасте могла выпить, и то один раз мне хватило Один раз я поняла, что плохо после этого, я больше не пила Мне не надо было пробовать наркотики, чтобы понять, что это плохо Мне не надо вляпываться в отношения, в которых плохо, чтобы понять это Достаточно посмотреть на знакомых, на подруг, на друзей, которые через это прошли То есть лучше же учиться на чужих ошибках, чем свои совершать Понятное дело, ты будешь свои совершать, от этого ты никуда не денешься Какие-то ты будешь совершать Но гораздо проще научиться на чужом опыте Вот допустим, сейчас я прохожу обучение Я бы могла не проходить его, я бы могла к этому всему прийти сама Потратив несколько лет на это, сделав кучу ошибок Но я выбираю выбрать опыт человека, который через это прошел Перенять его опыт и сделать свой результат намного быстрее, лучше, качественнее Ну то есть это же нормально Для чего вы смотрите какие-то ролики каких-то учителей Оборвалось видео, продолжим То есть я имею ввиду, что не обязательно на себе что-то испытывать Достаточно учиться у других людей Тому, чему мы можем, по крайней мере, научиться То есть если вам это откликается, да? То, что другой человек говорит Слушайте его Если не откликается, не надо себя насиловать Ну то есть если вам не откликаются мои мысли, да? Мое мировоззрение, мои взгляды на жизнь Ну не смотрите их и все Найдите себе человека, который будет к вам откликаться и все Это нормально, ничего в этом такого нету Люди меня смотрят тоже Им не обязательно мой путь проходить Чтобы понять то, о чем я говорю Так для этого ты и делишься этим Конечно Чтобы кто-то избежал этих ошибок Чтобы люди увидели это и понимали, что можно по-другому Можно легче, можно быстрее Для этого мы и учимся Для этого мы получаем знания какие-то Для этого мы и перенимаем опыт других людей Чтобы не повторять эти же ошибки Я же говорю, повторюсь, что на своих мы учимся Да, есть такие ошибки, которые мы не можем понять Нам надо только вляпаться в них Пока ты не вляпаешься Есть такие люди даже, которые постоянно во все вляпываются Потому что по-другому они не понимают Ну и опять, таких людей даже останавливать не надо Это их урок Им нужно позволить отпустить их Чтобы они пошли, вляпались, пережили Ну дерьма наелись, а потом вышли из него Почему там разводятся, женятся и у них повторяется все И так по пять раз может быть Я знаю людей, которые пять раз женаты И у них ничего не меняется абсолютно То есть они даже на своих ошибках не учатся Как они могут учиться на других, если они даже на своих не могут Но им нужно это И они будут вляпываться в это до тех пор Пока они это не усвоят Пока они этого не поймут То есть чтобы мне не быть жертвой И абьюзером, да, вот в таких отношениях Как Женя не любит это слово Мне не обязательно находить себе мужа абьюзера Или там что-то такое Или каких-то друзей, знакомых Они из такой идеологии сходят Как вы можете об этом учить, если вы это не переживали Это мне напомнило, когда я был молодым проповедником Я в церкви неженатым, неженатым молодым был проповедником А там пресвитеры, мужики уже, дети, жены по 10 лет А мои проповеди о семейных отношениях очень нравились Так они меня заводили в братскую вот эту комнату И тоже мне отчитывали, мол, ты типа молодой, ты пацан там, ну как Ну 24 года мне тогда было, это я помню Ты как-то можешь нас учить Семейным делам, семейным отношениям Если ты сам, типа, ну как бы, ты не жил с женщиной, ты не женат Понятно, какие-то моменты ты можешь не понимать Я говорю, ну для этого не обязательно, чтобы быть женатым, все это понимать Для этого, говорю, надо просто иметь мудрость, надо иметь разум Ну и вообще, как бы это, вообще-то Ну, теперь ты женат, теперь ты можешь А, теперь можно, да? Ну, я считаю, что прожив 18 лет в браке, мы, как бы, имеем право, да? Ну, да Уже говорить о отношениях Постоим здесь пока, да, на парковочку встань Об отношениях уже имеем право немножко А, ну нам уже можно, мы созрели Уже 18 лет или 17? 18 лет живем, да Так что уже нам можно уже делиться, наверное, своим опытом Помогать другим, кто только в начале своих семейных отношений Да, и я смотрю на отношения моих друзей, там, знакомых, да Зависимые отношения у многих И мне не надо самому это прожить, чтобы это понять Мне достаточно посмотреть на это И я уже понимаю, что я в своей жизни так не хочу Это, как знаете, есть негативный опыт, есть положительный опыт Например, у кого родители алкоголики Не обязательно ребенок будет алкоголиком Он посмотрит на своих родителей и скажет Я так не хочу, я не хочу так жить И он не будет так жить И он изменится, все сделает для того, чтобы этого не случилось А некоторые, ну, посмотрят родители, ну, как бы, и тоже станут алкоголиками Ну, тут, то есть тут вообще не обязательно Это только выбор твой Это только выбор твой, твой личный выбор, что ты выберешь? На моем опыте жизни с тобой, 18 лет Для меня, ну, я считаю, что это хороший эталон в моем личном опыте Это когда вы свою жизнь начинаете как партнеры Просто вы вдвоем все делаете, вдвоем что-то создаете Ну, как я всегда говорю, спить это вдвоем в постели Вдвоем детей зачали Значит, и все дела надо тоже вдвоем как-то делать А не то, что один Я понимаю, почему, я всегда говорю Вот есть жены, которые сидят дома, ничего не делают Я ничего не буду ничего делать Пусть он херачит на двух, на трех работах Я бы с такой женщиной не смог жить Я не смог бы жить с женщиной, которая использовала бы меня просто какого-то... Вот поэтому я говорю, у вас должны быть одинаковые жизненные ценности Абсолютно верно Одинаковые взгляды на жизнь Мы вдвоем А не как мне написали плюс и минус Типа, нет, не в этом плюс и минус У вас могут быть разные характеры Но взгляды и цели у вас должны быть одинаковые Вы должны быть заодно А не друг против друга Вы не должны воевать друг с другом Это не поле боя Вы заодно Вы должны вместе идти к одной цели А как, если разные взгляды на жизнь, как можно идти вместе? Например, ты хочешь детей, я не хочу Или наоборот, как можно уже договориться? Никак Никак Если для тебя, допустим, переписываться там с девушками, общаться, это норма, для меня нет Как мы дальше пойдем? Никак То есть у нас какие-то такие глобальные цели, принципы должны быть одинаковые Ну я не говорю по мелочи Ты любишь морковку, я там люблю огурцы Нет Понятное дело И вот парням я бы порекомендовал Как приглядеться к девушке Она пойдет с вами жизненный путь или не пойдет? Мне что в ней понравилось Я это очень глубоко сразу оценил Она приехала ко мне На съемное жилье Она даже не знала, есть у меня, что у меня нет Но у меня нифига не было И я работал на автомойке И вот сразу, что я очень высоко оценил Она просто сказала Я буду работать с тобой Я в смысле, мне аж стыдно было Ну что ты там будешь делать на автомойке? Да нет, говорит А что, говорит, я буду дома сидеть, говорит, одна Будем, говорит, работать вдвоем Я, говорит, буду работать с тобой Ну потому что у него работа была с 6 утра до 9 вечера И она, да, когда видится И мы вдвоем начали работать Я мыл снаружи машину, она внутри машины убирала То есть и вот с этого наши отношения и начались То есть и вот мы как бы вдвоем пирожки жарили Вдвоем чебуреки жарили, продавали Пончики Все-все-все вдвоем И вот даже сейчас вот, которая работа вот есть Ну в основном она занимается Но мы тоже делаем вдвоем То есть у меня есть своя в работе Так скажем, функция у нее своя есть Она мне в моем труде Ну вот по интернету, так скажем Мои деятельности, так же помогает Почему бы нет? Это нормально Хотя при этом мы разные люди Мы в чем-то можем отличаться Она любит одно, я люблю другое Ну и что? В чем-то каждому свое А то, что у нас порознь То остальное у нас абсолютно вместе Вот, это нормальные отношения Они не токсичные, не ядовитые Поэтому если вы вот сейчас, да У вас нет пары И вы в поиске там Или присматриваетесь Или там дружите На берегу обсуждайте все эти вопросы Понятное дело, в 18-20 лет Еще нет этих мозгов, да Чтобы все взвесить, оценить Многие руководствуются чувствами Вот это, как там пишут, молния там и все Да, сейчас модно по любви, да Это делать Понятное дело, чувства должны быть Но помимо вот этих безумных каких-то чувств и всего Должен быть здравый смысл Здравый ум Потому что вам с этим человеком всю жизнь нужно прожить Это не то, что там Вы там повстречались, там погуляли и все Вам нужно детей родить Вам нужен быт разделить Это пережить какие-то кризисы Тяжелые моменты в жизни Ну то есть, вот так Ладно там родителей, да, не выбирают Но спутника вы себе выбираете Поэтому выбирайте тщательно А чтобы выбрать Нужно для начала понять Чего ты на самом деле хочешь Нужно себя понять Пока вы не узнаете себя Вы не сможете найти себе такого человека С которым вам бы было хорошо Если вы не знаете, чего вы хотите Какого вы человека рядом хотите Вот для этого нужно сначала вот это понять А потому что, знаешь, как обычно бывает Вот, когда мы поженились То есть он таким не был или она такая не была Да была всегда Всегда был просто Вы не видели Вы нарисовали себе иллюзию Какую-то картинку Вот такой принц на белом коне Вот он такой То есть, картинка вашей иллюзии Не соответствовала изначально уже действительности Просто вы предпочитали это не видеть Как многие семьи живут Там женщины живут Когда им мужья изменяют На протяжении многих лет И они продолжают с ними жить Как бы утешая себя Да, нет, наверное, это неправда Ну, как будто нет Все нормально Да вот он же любит Вот же дети, семья там И все Ну, то есть, предпочитают закрывать глаза Предпочитают терпеть, не видеть Ну, то есть, на самом деле Это не значит, что этого нет Ну, просто вы выбираете не видеть это Так и здесь Если вы выбрали не видеть изначально, да Ну, и не надо потом говорить Что вот ты такой не был Не был всегда Просто вы этого не видели А потом, когда увидели Когда вот этот период слияния прошел Да, вот этот конфетно-букетный период Ты начинаешь понимать Ага, это же совсем другой человек Вообще он не такой, как я Он с какими-то со своими особенностями Тараканами Со своими С какими-то своими там недостатками И уже вот в этот момент Нужно понять, что тебе нужно научиться Жить с этим человеком Ну, то есть Кто-то не может расходиться, да На этом этапе Кто-то преодолевает эти кризисы Идут дальше Начинают учиться друг друга понимать Заново узнавать Общаться друг с другом И дальше продолжают жить И так каждый раз Когда наступает какой-то кризис Вы разговариваете Обсуждаете Что не так Что не нравится Что не то Где-то кто-то идет на компромисс Где-то уступили Где-то Ну, понятно, это жизнь Да Всякое бывает в жизни И все не идеальные У нас тоже не идеальные отношения Поверьте Пока мы пришли к этому Что сейчас, да Ну, как бы Тоже мы много чего прошли вместе Это нам не далось Все так легко Как вам кажется Вот Много осознаний было Много и ошибок было И всего Вот, как-то так Понятное дело Что за 10 минут Невозможно что-то Какую-то тему взять И со всех сторон раскрыть Ну Кто понял Вот понял Всем пока Пока ПОДПИСЫВАЮТСЯ Продолжение следует...